В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. Мы говорим с уполномоченной по правам ребенка в городе Севастополе Людмилой Грицко. Здравствуйте, Людмила Александровна. Добрый вечер. Каковы ваши полномочия на данный момент? Ну, сейчас я уже с прошлого года, с декабря месяца, выполняю полномочия уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. И буквально в апреле месяце этого года был принят закон города Севастополя об уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе. И, соответственно, полномочия все записаны в статье 10 данного закона. Ну, а основная функция уполномоченного по правам ребенка – это рассматривать обращения граждан, обращения, жалобы граждан, которые поступают в адрес уполномоченного по правам ребенка непосредственно. Также бывают и консультации, которые на личном приеме граждане задают по тем или иным вопросам. Кстати, вот какие вопросы чаще всего приходится решать? Ну, вопросы самого разного характера и касаются всех сфер защиты прав несовершеннолетних детей. Это могут быть и вопросы сферы образования, это вопросы и здравоохранения, и социальной защиты. В последнее время было очень много вопросов, касающихся деятельности миграционных служб. Это вопросы получения подтверждения гражданства Российской Федерации гражданами, несовершеннолетними гражданами нашего города. Так нельзя сказать, что какие-то вопросы, именно таких вопросов очень много или других много. Бывают какие-то периоды, где наиболее, скажем, проблема в городе, вот с такими вопросами и больше всего обращаются. Хотелось бы сказать о такой проблеме, которая была еще до недавнего времени, с которыми часто обращались мамочки малолетних детей. Это проблема путевки в детское дошкольное учреждение. Но теперь уже наверняка все знают, потому что и на телеканалах неоднократно говорили об этом представители департамента образования, о том, что уже заработала электронная очередь. Поэтому, кто еще из граждан Севастополя не знает об этой проблеме, что она уже как бы начала решаться, им необходимо обратиться на сайт правительства города Севастополя, где найти ссылку города, ссылку город и дальше подраздел электронная очередь. И, соответственно, можно там встать на очередь, если кто-то еще не поставил своего ребенка. А если уже такая очередь существовала и граждане записаны были в нее, то можно просто проверить эту очередь, кликнув на те параметры, которые там расположены. Поэтому я думаю, что эта проблема, она уже какое-то время будет снята, потому что граждане будут знать, куда им необходимо обратиться для того, чтобы получить путевку в детское учреждение. Ну и бывают разного характера вопросы, как я сказала. Это и семейные вопросы, в частности, вопросы, связанные с взаимоотношениями между родителями. Это вопросы и семейного воспитания детей. Некоторые граждане звонят и даже приходят на прием, потому что не знают, куда обратиться. И вот видно, кто-то им подсказал, что есть уполномоченный, который может предоставить консультацию по данным вопросам. Поэтому все вопросы, скажем так, консультационные вопросы, они как бы не требуют, скажем, какой-то сложности. Потому что я как бы владею ситуацией в городе. До недавнего времени вопросы опеки и попечительства были, скажем так, неизвестны. Поэтому все эти вопросы и консультации предоставляю без каких-то проблем для себя. Но есть более сложные вопросы. Вопросы, касающиеся, скажем, международных отношений. Вот было несколько случаев, когда обращаются по электронной почте гражданка Российской Федерации, которая длительное время проживала в Англии. И в настоящее время приняла решение о переезде на территории Республики Крым. Но случились определенные трудности в связи с тем, что муж не дает разрешения выехать с ребенком сюда. И материалы находятся в суде. И она просила о помощи, хоть какую-то помощь, чтобы ей помогли. Потому что суд занял позицию отца. И, естественно, ссылаясь на то, что якобы в Крыму идут военные действия. И, значит, есть угроза жизни и здоровью ребенка. Вот такая даже интересная ситуация. Конечно, я ей ответила. И помочь лично я в данном вопросе ей, конечно, не смогла. Но у нас есть аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации. То есть аппарат Астахова, который как раз решает международные вопросы. И созвонившись с ними, мы эту проблему начали решать. То есть в настоящее время уполномоченный по правам ребенка при президенте решает эту проблему через консульство Англии. Для того, чтобы женщина с ребенком выехала за пределы Англии и на территорию Крыма. То есть, по сути, были подключены дипломатические каналы. Конечно, да. Потому что все-таки международные вопросы, они сложные. Еще один сложный вопрос был. Это Норвегия. Я думаю, что и вы слышали о том, что какие там проблемы с русским населением. У них вообще приоритеты довольно жесткие. Довольно жесткий приоритет. И мамочка приходила ко мне на прием и говорила о том, что тоже проблемная ситуация аналогичная. Но она здесь находится, а дети находятся с отцом в Норвегии. И она не может с ними не встретиться, не каким-то образом поехать туда. Потому что орган опеки и попечительства просто-напросто лишил ее родительских прав за то, что она не согласилась делать прививки своим детям. Это, естественно, меня очень возмутило. Потому что мы знаем, что наши граждане, они имеют право принимать данное решение по этому вопросу. Делать прививку ребенку или нет. Но вот такие, скажем, два сложных международных опыта уже есть. И я думаю, что ситуация будет изменена в лучшую сторону. Кстати, вот какова процедура обращения к вам? Ко мне могут обращаться как письменно. И приходят письма в конвертах, то есть по почте. Могут обращаться электронной почтой. Я все электронные письма рассматриваю. Регистрирую их и даю ответы гражданам. А также личные приемы, которые я веду в вторник, в четверг. Это дни. Предварительно записавшись на прием, можно попасть. Как можно записаться на прием? По телефону. Телефон 547604. Пожалуйста. В среднем каждый месяц какое количество обращений к вам приходит? Ну, не могу сказать, что бывает очень много или очень мало. Как-то плавно. Ну, приблизительно 15-20 обращений, не считая телефонных звонков, бывает в месяц. То есть, в целом можно сказать, что в Севастополе на данный момент довольно благополучная ситуация? Я бы сказала, да, что может быть благополучно, но, а может быть, еще не все знают о том, что есть уполномоченный по правам ребенка. Вот это как бы вторая сторона медали. Потому что, скажем так, деятельность-то начата недавно. Бывает так, что граждане обращаются напрямую к уполномоченному по правам ребенка при президенте Российской Федерации Кастахову. Но они все их обращения направляют на рассмотрение в город Севастополь. То есть, в том месте, где, как по мнению граждан, нарушены права и законные интересы детей. Людмила Александровна, а бывает ли так, что к вам обращаются дети, и вообще могут ли они к вам обратиться? Ну, вообще, да, дети могут обращаться, но еще не было обращения ни одного ребенка. И я думаю, что это хорошо, наверное, потому что дети или, может быть, не знают о своих правах. Нужно просто проинформировать. То есть, возможность такая есть, если какие-то права нарушены, то... Возможность такая есть, и в законе это определено. Но пока я одна, уполномоченная по правам ребенка, нет аппарата для того, чтобы, скажем, расширить поле деятельности. Законом предусмотрено и создание общественного совета, и детского совета. То есть, я уже думаю над этим вопросом, чтобы все-таки создать детский совет, и мы могли бы вместе с детьми решать проблемные вопросы. Ведь иногда дети могут задавать такие вопросы, о которых взрослые еще только думают. Сложно найти ответы, на самом деле. Буквально недавно было подписано соглашение со следственным управлением. Какие возможности оно открывает? Да, это, скажем так, первое соглашение уполномоченного по правам ребенка. И именно со следственным комитетом инициатором вышел руководитель следственного комитета в городе Севастополе. И я думаю, что оно открывает просто больше возможностей по сотрудничеству и взаимодействию. Потому что и до этого мы как-то сотрудничали, и были мои письма в адрес следственного комитета по некоторым вопросам. И следственный комитет также обращался к уполномоченному. Ну а соглашение, оно как бы закрепляет наше взаимодействие о сотрудничестве. То есть это документальное подтверждение той работы? Это документальное подтверждение, что мы будем сотрудничать в данном вопросе. Ну и в частности это касается сообщений или предоставления информации уполномоченного следственному комитету о тех преступлениях в отношении несовершеннолетних, в первую очередь, граждан, о котором стало известно мне, допустим, во время приема граждан. Следственный комитет, естественно, взял на себя обязательство на все мои запросы давать ответы, проводить проверку, давать ответы. Также запланировано в соглашении и проведение каких-то совместных мероприятий информационных, учебно-методических и так далее. В своей работе часто ли приходится обращаться к правоохранительным органам? Да, есть такие случаи, не частые, но приходится обращаться, потому что есть заявление или обращение граждан, где просят о помощи возобновить, скажем, права и интересы несовершеннолетних, связанные в основном с имущественными правами. Поэтому, естественно, в прокуратуру запросы я делала. То есть впереди подписание еще нескольких соглашений, можно сказать так? Да, я думаю, что не нескольких, а целый блок, потому что такие соглашения и с исполнительной службой необходимо, и с УМВД в городе Севастополе, и с прокуратурой. То есть со всеми теми структурами, которые, в принципе, защищают права и интересы несовершеннолетних. Спасибо большое за исчерпывающие ответы. Я напоминаю, вы смотрели программу в контексте эфир же информационного канала Севастополя. Продолжается. Не обижайте детей, у них тоже есть свои права.